Альфа-банка Альфа-банка Ну что, девчоночки, доброе утро! Рада вас приветствовать на моем канале. И сейчас я позавтракаю. Мы с вами начнем новый день и новый влог. Всем добро пожаловать! А у меня вот такой сегодня завтрак. Это омлет из шпината с помидорами, хлеб черный с сыром и чаечек. Я, кстати, перешла на чай уже очень давно. Кофе пью очень-очень редко днем. Позволяю себе выпить одну чашку, и то не каждый день. Ну, в принципе, девчонки, если честно, мне не хочется. Вот такой вот у меня завтрак. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. И давайте смотреть мой влог. В этот раз, когда у меня наимечается какая-либо поездка в другой город, незапланированный отдых или на улице плохая погода, я очень радуюсь тому, что я могу работать, не выходя из дома, удаленно. Я не привязана к месту и выстраиваю свой график так, как мне это удобно. И сегодня я хочу вам рассказать о бесплатном мастер-классе по фрилансу с гарантированным трудоустройством. Я очень рекомендую его посетить всем тем, кто хочет работать удаленно и иметь свободный график работы. Проводит этот мастер-класс Мария Лебедева. Она начинала с нуля, и сейчас у нее уже более 7 лет опыта в онлайн-образовании. За последние полтора года она успела поработать с сотнями онлайн-школ и помогла им развиться. И также Мария устроила более тысячи учеников по всему миру, поддерживала при этом фонд аутистов. Рынок онлайн-образования растет с каждым годом, вакансий предлагается все больше, но некому обслуживать и настраивать новые онлайн-школы. Цель Марии не просто обучить тех, кто хочет работать удаленно, но и трудоустроить своих учеников. С Марией вы сможете освоить профессию, в которой конкуренции в разы ниже, чем для копирайтеров, СММщиков и таргетологов, а вакансий больше, чем специалистов. Вы также сможете работать удаленно в комфортное для себя время. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по ссылке в описании под этим видео. И узнавайте больше о профессии, свободной от места и времени от Марии, которая сама прошла этот путь. И еще всех учеников ждет чек-лист по быстрому старту на удаленке. Все ссылочки будут в описании. Девчулечки, еще раз всем огромный привет, рада вас приветствовать на своем канале, еще раз с вами здороваюсь. И расскажу вам немножечко про новогодние праздники. Я долго не выходила к вам на связь, у меня была полная перезагрузка. Сейчас я уже прям в строю, бодра весела. В общем, короче говоря, начинаем работать, начинаем выпускать ролики. Настроение хорошее. И давайте расскажу вам, что я купила в Краснодаре. Я вам уже до этого рассказывала, что я раз в полгода покупаю себе косметику, которой пользуюсь потом в течение года. И беру такие позиции, которые вот прямо мне совсем необходимы. И сегодня я хочу вам показать, что я себе купила. Мне подарили денежку на Новый год. И я поехала в Золотое яблоко. И набрала себе, конечно, очень много всего. Многие позиции я взяла по рекомендации Алуси. Девчонки, позиции все просто потрясающие. Вот на эти позиции прошу обратить внимание. Сейчас прям буду вам все показывать, рассказывать о каждой позиции. Такой своего рода мини-обзорчик. И вот все то, что я взяла, мне очень-очень нравится. Девчонки, смотрите, давайте начнем с лица. Я взяла вот такую вот классную маску. Это тоже вот по рекомендации Алуси. Красный перец, паста маска. Девчонки, она просто потрясающая. Лицо сразу становится идеальным после использования. И как раз вот я попала на супер крутые скидки в Золотом яблоке. И вот взяла ее. Я ее уже потестила один раз. Девочки, ну это, конечно, супер эффект. Лицо очень увлажненное после нее. Действие ее понравилось. Мне единственное, знаете, что минус, я не поняла, почему она вот прям, знаете, такая маленькая. Видите, вот такой вот вообще малюсенький пузыречек. Ну, ее нужно применять раз в неделю. Но я ее буду использовать, знаете, как такое сос-средство. Допустим, куда-то мне нужно выйти, привести лицо в порядок, чтобы оно подтянулось, стало гладким, ровным, идеальным. И, в общем, буду ее вот так вот использовать. Ну, буду чуть экономить. Так, следующие, девчонки, у нас будут позиции по волосам. Также по рекомендации в Алусе я взяла вот такое вот средство. Видно? Это у нас восстанавливающий защитный крем для волос с маслом ши, холодного отжима. Девчонки, значит, помыли голову, на влажные волосы распределили по рукам, небольшой шарик и нанесли на всю длину волос. Эффект. Волосы разлетаются, очень становятся такие уплотненные, качественные. Мне понравилось. Но вот я пока ее еще буду тестить, могу сказать так, что вот мое средство вот это, девчонки, тоже очень хорошее. Я вам его уже показывала от Салерм. Очень классное. Я пока еще не поняла эффект, вот что лучше по эффекту. Но тоже неплохое средство для волос. Сейчас волосы у меня немножко подубились в Краснодаре. Знаете почему? Потому что поменяла, во-первых, воду. И я не взяла свой шампунь. Причем, короче говоря, я там мыла чем попало голову. И немножко волосы у меня как бы подсушились. Скорее всего, я думаю, что это все-таки от смены воды произошло. Поэтому я вот сейчас приехала, начала пользоваться вот этой вот масочкой такой. И смотрю, немножечко волосы стали улучшаться. Это я уже вот третий раз делаю, как бы, и мне нравится эффект. Вот это средство. Потом также по рекомендации Алуси я взяла вот такое вот масло с термозащитой против секущихся волос, придающие блеск. Мы с Алусей как-то разговаривали по фейстайму. И она собиралась куда-то. И, в общем, она была с вытянутыми волосами. И она нанесла на ручку и распределила по волосам. Девчонки, и когда я вот увидела эффект, прям, ну, вот мы разговаривали, да, по фейстайму, целый эффект, волосы просто мгновенно выпрямились. И вот на камеру даже было видно, что они стали блестеть. Я говорю, Алуся, это что? Она говорит, я тебе уже 50 тысяч раз говорила про это масло. И в итоге вот я его себе купила. Девчонки, рекомендую. У меня есть от Lebel или Label, я не помню, как правильно, вот такое вот масло для кончиков волос. Тоже мне нравится, тоже оно такое хорошее достаточно. Но вот это масло просто супер понравилось мне. Буду пользоваться сейчас. И эффект мне нравится. Так, девчонки, теперь давайте по декоративке. Наконец-таки. Я, когда попала в золотое яблоко, я пошла к первой стойке, которую прям я вот, знаете, я хотела это все купить. Прям, знаете, это была, мы такая, скажем, своего рода мечта. После того, как мне вот Алуся сейчас покажу, подарила вот эти вот тени от Tom Ford, девчонки, я поняла, что, честно, вот лучшее, это лучшее, чем я пользовалась и чем я красилась. Мне очень нравится, как они наносятся, как они распределяются, растушевываются. В общем, в итоге я купила себе вот такую вот тональную основу. Вот такую от Tom Ford. Сейчас я вам скажу, какой тон. Это 15-й тон. Девчонки, сейчас я нанесла не Tom Ford, я сейчас пользовалась Dolce & Gabbana, мне надо ее дорасходовать. Тут осталось уже чуть-чуть, чтобы ее выкинуть уже наконец-таки. И Tom Ford я еще пользовалась один раз, девчонки, в Краснодаре я его наносила. И могу сказать, что, ну, это лучшее, что у меня было, потому что лицо просто фарфоровое, и в течение дня макияж просто держался идеально, кожа вот как будто бы фарфоровая. На камеру, может быть, знаете, там все равно, как-то камера чуть-чуть сравнивает, да, тон, а вот вживую это просто вообще чудо чудное. Вот серьезно. Да, ценник небюджетный, но я до этого себе покупала вот тоналку от Dior. Мне она тоже, кстати, нравится. Ну, вот она у меня будет на повседневку, а Tom Ford на выход, потому что это прям сразу такое дорогое, классное лицо. Если, конечно, я соберусь с мыслями, возьму себе еще одну тональную основу, то буду уже тогда на каждый день пользоваться, не экономить, но на самом деле ценник такой кусучий достаточно, и поэтому я как бы чуть-чуть буду экономить. Еще у меня, девчонки, есть вот от Мак две основы, но они очень плотные, очень такие тяжелые, и мне их тоже надо расходовать, и вот тоже на выход можно ими пользоваться, но однозначно эффект вообще далек от вот этой тональной основы, от Tom Ford. 15-й тон, если что, кому интересно. Так, следующее, что я себе взяла, это вот такую вот пудру от Clinique. Тон, девчонки, 0.2. Сейчас покажу вам. И объясню, почему взяла ее. Во-первых, хотела тоже взять Tom Ford. Вот такой вот цвет. Хотела взять тоже Tom Ford, не было моего тона. У меня прям, ну, реально шла с целью того, чтобы вот купить конкретно люксовую косметику. Денежка у меня была, поэтому я вот шла с такой целью. У меня из пудры есть вот такая вот тери, рассыпчатая, девчонки, пудра, но ее очень неудобно возить. Большая банка в косметичку, она не помещается, постоянно рассыпается. То есть в домашних условиях ей пользоваться просто идеально. Она самая лучшая тоже на свете. Рассыпчатый, из рассыпчатых пудр, которые я пробовала. Лицо, как сказать, знаете, она не сушит лицо. Классно наносится и очень хорошо держится макияж, убирает блеск. Лицо прям после ее использования очень классное. Ну, вот для дороги, для поездок, да, вот в сумку кинуть вот такую пудру взяла. Мне она нужна. Я иногда припудриваюсь, потому что у меня лоб пожирнится. Вот тут вот у меня жирнится, поэтому взяла себе вот такую вот пудру. Следующие, девчонки, что я взяла, я взяла себе вот такие вот румяна от Мак. Опять-таки, хотела взять девчонки тоже Том Форд. Посмотрела их. Мне очень понравились они, но были только в тестере. И моего цвета, который я хотела, не было. Я взяла вот такие вот розовые. Они здесь прям очень пигментированные, но на лице они такие нежные, классные. И я уже пришла к тому, что для того, чтобы, знаете, ну вот уже возрастное, да, такое лицо, все-таки розовый цвет, он освежает. Однозначно освежает. Поэтому я перешла сейчас на розовые румяна. У меня есть девчонки от, господи, забыла, как называется, от Clorans. Вот такие вот тоже румяна. Это прям нюд-нюд классные. Я им пользуюсь, если вообще не крашусь. У меня еще макияж никакой. И еще у меня есть вот от Дубчикобана, вот розовые тоже румяна. И вот ими я пользуюсь. И мне очень нравится от Nars румяна. Девчонки, я вам их уже показывала. Но это такие прям, знаете, вечерние, такие темноватые. Это когда нужно прям, знаете, такой насыщенный-насыщенный сделать макияж. И вот тоже ими я пользуюсь. Неплохая фирма. Nars мне нравится. Поэтому вот как бы взяла себе вот эти вот розовые от Мак. Но это не предел совершенства. Сразу вам могу сказать, можно было бы что-то получше купить, но просто не было в наличии. Следующие девчонки, что я себе взяла, это вот такую палетку для контуринга от Анастасии Беверли-Хиллс. Тоже по рекомендации Алуши я ее взяла. Девочки, во-первых, огромные скидки были на Анастасии Беверли-Хиллс. Алуши мне сказала, что она покупала, что в районе 6-7 тысяч эту палетку. А я ее взяла за 2 с копейками. Здесь собрано все, что вообще необходимо. Здесь есть и хайлайтер, и пудра, и корректор. Вот этот корректор просто потрясающий, очень классный. И еще вот этими всеми вещами можно пользоваться, использовать как тени. То есть в принципе тени можно не покупать. А это как раз все мои цвета, которые мне нравятся. Сейчас под темный цвет волос, я вот ими пользуюсь постоянно. Палетка классная, качество просто шикарное. Вот вообще никаких нареканий. Я себе до этого, девчонки, брала от Guerlain. Вот такой вот корректор. Мне он тоже нравится. Это, знаете, такой походный вариант. А это уже как бы дома буду держать, эту палетку и ей пользоваться. Еще, кстати, у меня из корректоров вот есть от Nars. Тоже неплохой. Качество хорошее. У них мне нравится, у этого бренда. Так, девчонки, следующее, что я взяла еще себе от Tom Ford. Я взяла себе карандаш для бровей. Но вот это вообще отдельная любовь. Не знаю, как он будет быстро стачиваться. Вот так вот это выглядит. Здесь скошенный край просто обалденно и круто наносится. То есть ты вот ставишь и вот так вот проводишь и потом просто корректируешь еще. И получается, что у тебя очень-очень равномерно закрашивается кожа. Чуть-чуть подкрачиваются бровки. И получается очень круто. И здесь идет еще запаска. Потому что ценник как бы тоже такой. И в комплекте идет запаска. Я посмотрю по временным рамкам, как будет вообще это все расходоваться. Потому что, конечно, вот, например, у меня до этого я покупала себе карандаш от Dior. Я прям очень часто им пользуюсь. Ну, каждый день практически. Да, там в течение дня подрисовываю бровки. Мне он тоже нравится. Он очень мягкий, хорошо растушевывается. Но формат вот именно вот такого стержня не очень удобно. То есть бывают иногда проплешинки. То есть нужно дольше времени уделять для того, чтобы прорисовать брови. Так, девчоночки, следующее, что я взяла, я взяла тушь от Анастасии Беверли Хиллс. Если честно, я хотела изначально повторить себе тушь от Clorance. Мне она нравится, но ее не было в наличии. Это вот у меня сейчас. Это тушь, она уже заканчивается. Но где-то я слышала, что можно жидкостью для линз ее разбавить. И там еще как бы ее много. Я так сделаю, скорее всего. И я взяла себе еще вот такую вот тушь от Анастасии Беверли Хиллс. Девчонки, мне очень-очень нравятся вот такие кисточки. Она не силиконовая, она из щетинок. И она классно прокрашивает реснички. Не делает их, знаете, такими коровьями, а получается очень выразительные и разделенные красивые ресницы. Потому что я не люблю, когда, знаете, вот они прям сильно налеплены. Вот это, кстати, тушь их слепливает. Но это прям такой, знаете, эффект таких, знаете, вот прям хлопалок получается. И еще, девчонки, я взяла также по рекомендации Алуси. Вот такой вот блеск. Девчонки, вот так он выглядит. От Tom Ford. Он прозрачный. Наносится на губки, проявляется и становится розовым. И получается губы как натуральные. Очень хорошо увлажняет. У меня сейчас губы ветреные, потому что с собакой гуляю, забыла положить себе этот, господи, гигиеническую помаду, для того, чтобы мазать перед улицей. В общем, я подмерзла, был ветер, и губы прям полопались. В итоге вот сейчас их обильно увлажняю. Все равно, знаете, есть такой момент, что они у меня шелушатся. В общем, короче говоря, девчонки, вот это вот блеск, очень классный. И у меня, если вы помните, я не знаю, где-то в сумке, от буксом такого плана был блеск, которым я пользовалась. Уже у меня там вообще осталось совсем чуть-чуть. Я им все равно в любом случае допользуюсь. Тоже ты увлажняешь губочки, а потом они у тебя проявляются и становятся такими бледно-розовыми. Очень красивыми. Девчонки, вот эти вот блески от Dior у меня есть вообще просто потрясающие. Это вот этот вот знаменитый липсимайзер. И от Dior такой, это даже не блеск, он наносится, как тоже гигиеническая помада, но своего рода она вот в таком вот тюбике. Вы наносите, она впитывается и губы очень мягкие, но они матовые. И тогда классно, вот знаете, как база под какую-то помаду. Но надо немножко подождать, чтобы все это впиталось. В общем, с помадами у меня, девчонки, я все выкинула. Я вам потом попозже покажу, какой порядок я навела в туалетном столике, все убрала лишнее, вообще избавилась от всего. Оставила только то, чем я пользуюсь. По помадам потом пройдемся, я вам покажу. И, девчонки, я взяла себе кисти. Смотрите, у меня кисти от Manly Pro, и они вот такого размера, они большие. Есть у меня еще, кстати, кисти от Just, но, девчонки, пришла я все-таки к, знаете, к чему? К решению к тому, что все-таки кисти должны быть качественные. Вот эти кисти от Just, они неплохие. Это чуть-чуть такой, знаете, бюджетный сегмент. Можно их купить, пользоваться ими, но все-таки из такого среднего сегмента Manly Pro просто супер. Очень хорошо растушевываются, и мне нужны были кисти, девчонки, дорожные. Потому что вот это вот все, если я беру вот так вот, ну, представляете, там у меня в косметичке просто полный бедла. Я взяла себе вот такую вот кисточку для корректора. Потом я взяла себе вот такую вот кисточку для румян. Чтобы, знаете, вот в косметичке, вот они малюсички, и очень удобненько было пользоваться. И три кисти я взяла для глаз. Сейчас покажу, раскрою, я ничего не открывала еще, не расставляла, потому что собиралась вам обзор сделать и рассказать уже то, что я купила. Так, сейчас еще покажу. Вот мои самые любимые кисти, которыми я пользуюсь вообще, в принципе, девчонки постоянно, вот для того, чтобы мне сделать глазки, вот как я крашусь, да, там, коричневыми тенями. Вот, вот эти вот три кисти просто для меня идеальные. Номера это троечка, двоечка и троечка, двоечка и все, и ничего, и больше ничего не написано, это как бы бочоночек, такая кисть. Вот такие вот кисти я себе взяла. Девчонки, ну, подведя итог, а, нет, еще не все, девчонки, и от Manly Pro я взяла спонжик себе. Блин, он мне очень понравился. Конечно, небо и земля. У меня есть спонж, сейчас я вам скажу, от Chic, он не такой, вот этот просто обалденный, мне он очень понравился, вот, честно, нанесение тональной основы просто идеальное, от вот этого спонжика классный, очень понравился. В общем, девчонки, теперь подведя итог, я, конечно, закупилась, я очень рада. В этом году я себе ничего особо такого не купила, шоппинга не было как такового, потому что, по-моему, или третьего, или четвертого, мы с Русиком поехали в галерею, у меня цель была попасть в золотое яблоко, и людей было столько, что просто это какой-то кошмар, но у меня был четкий план, четкий список, все, что я бы вот хотела приобрести, да, по списку, можно было, конечно, погулять и набрать еще там целую кучу всего, но в итоге я как бы остановилась, тормознулась, и вот как бы взяла только то, что мне необходимо. Да, покупки не бюджетные, но я очень это хотела, это вот мой подарок на Новый год, выкупилась. Девчонки, праздники пришли классно, все замечательно, если честно, и устали, и отдохнули, в общем, было много всего интересного, ничего не показывала, потому что просто тупо отдыхала от соцсетей, ничего вообще не пустила, мне, если честно, в телефоне, там, не знаю, есть фотографии, если есть с Нового года, то это хорошо вообще со всех праздников. Мы были на детском дне рождения, ездили в Лаганаки, ходили в гости, ходили в ресторан, в общем, ну, много всего интересного было, но все, теперь в строю, начинаем Новый год с новыми целями, дальше в следующих влогах расскажу о своих целях, очень много, что хочу поменять, и по отношению к себе, и по отношению к ведению канала, и по отношению к людям, и, ну, вот, просто много, много всего хочу поменять, девчонки, честно, какая-то произошла со мной перетрансформация, и вас хочу тоже замотивировать на это, на все, буду вам все это рассказывать, ну, знаете, вот я как вам говорила, что вот после 40 лет у меня какое-то спокойствие пришло душевное, вот сейчас оно еще больше утвердилось, и я стала вообще по-другому смотреть на многие вещи, и, в общем, есть у меня определенные цели, о которых я вам с вами поделюсь чуть попозже, и буду, в этом году хочу вот эти вот все цели исполнить, добиться всех целей, и надеюсь, что у меня все получится, поэтому оставайтесь со мной, будет много всего интересного, давайте дальше смотреть мой влог, надеюсь, обзор косметики вам понравился, может быть, что-то вы для себя подчеркнули новое, и девчонки, вот могу вам сказать, что лучше взять что-то одно, но качественное, я не могу, не умиляю ни в коем случае там какие-то другие бренды косметики, там, допустим, бюджетные, там, да, масс-маркет какой-то, но сейчас, имея возможность, да, сравнить, я поняла, что все-таки лучше взять, там, допустим, один тональный крем, да, или одну тональную основу, там, либо, там, я не знаю, ну, вот, там, пудру какую-то, да, и она будет качественная, и это будет круто, вот, все то же самое я вам говорила по поводу шампуней, так что, девчонки, давайте дальше смотреть мой влог. Так, девчули, ну что, и показываю еще один подарок, который я получила на Новый год, это мне подарил муж, история достаточно смешная, девчонки, а мы пошли вместе с ним в магазин уже 31 числа, и он мне говорит, что тебе подарить, ну, у нас такие отношения, он, как бы, на выдумке не очень у меня в этом плане, всегда за то, чтобы подарить мне что-то, то, что я хочу. Я говорю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, ну, то есть, я реально не понимала, что бы мне хотелось, и в итоге мы приходим в М-Видео, покупали детям телевизор, и я вспоминаю, что я у одного блогера видела вот такую штуку, и я спрашиваю у парней, консультантов, говорю, есть вот такая вот станция у вас, они говорят, нет, сейчас наличия нет, это типа сырой вариант, это еще непонятно, не советуем к покупке, мне муж спрашивает, что ты хотела, я говорю, ну, вот такое, вот такое, показываю ему видео, он в шоке, он удивился, что я вообще на это, на меня на не похожа, я слежу за трендами, и в общем, мы поехали ее искать, и нашли, сейчас я вам покажу, что же это такое, девчоночки, это моя малышка, это дуо станция Алиса, значит, что она умеет, и для чего я ее вообще попросила, видите, она у меня стоит на кухонном столе, когда я готовлю кушать, я вот здесь вот ставлю себе телефон, и смотрю какие-то видео, там, да, либо разговариваю, но это не очень удобно, потому что руки грязные, приходится постоянно, он падает, поправлять его, в общем, смотрите, что умеет эта станция, во-первых, это колонка, Алиса, да, всеми известная, теперь здесь есть меню, и здесь можно слушать музыку, смотреть любые видео, телеканалы, ютуб-каналы, и осуществлять видеозвонки, здесь есть просто интернет, я уже подключила вайфай, вот, значит, что еще, погода, так, навыки, здесь можно Алису спрашивать о чем-то, какие-то задавать вопросы, смотреть, что она умеет, это ее навыки, и просто с ней общаться, Алиса, включи, пожалуйста, мне музыку, чтобы слушать музыку, вам нужно оформить подписку плюс, сейчас вам доступен промо-период, отправила ссылку на телефон, спасибо, сейчас девчонки все, да, сейчас девчонки все подключу, потому что такая целая система, сейчас только интернет вела, нужно здесь настроить еще часы, сделать заставку, и она очень круто и стильно смотрится, посмотрите, какая прелесть, здесь вот так вот, экран, он контролируется, можно его туда-сюда двигать, как удобно, и еще вот такая вот фишка, здесь есть встроенная камера, и вот так вот она, видите, окошечком задвигается, если, например, ну не надо, чтобы, там, может быть, случайно Алиса наберет, да, и там еще что-то, в общем, чтобы не прошел звонок, поэтому камера закрывается, мне кажется, что это очень классный и удобный, полезный гаджет, у меня обычная Алиса есть, но она не такая удобная, просто слушать музыку, и вот мне захотелось именно вот так вот с экраном, потому что очень часто я готовлю, долго чем-то занимаюсь на кухне, и вот так вот включить, и смотреть какие-то видео, да, что-то полезное, рецепты, может быть, даже какие-то смотреть и готовить, мне кажется, что это классная идея, и суперский подарок, единственный минус, она работает от розетки, так же, как и обычная Алиса, так что вот такой подарок сделал мне муж на Новый год, девчонки, присматривайтесь к ней, это не реклама, это я просто сама увидела, реально, и мне так понравилась эта идея, что я вот прям загорелась, и попросила у него вот такой вот подарок. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Так, девчонечки, ну что, давайте начнем с вами уборку. Сегодня у меня будет уборка и расхламление в моей комнате, в спальне. Покажу, как я буду приводить все в порядок, с чего я начну. Сейчас начну с кровати, буду отодвигать, все вытряхивать, перестилать постельно, и уже потом по кругу, по часовой стрелке буду наводить порядок, буду расхламляться, хочу избавиться от кучи вещей. В общем, давайте с вами начнем. Буду потихонечку вам рассказывать, что я буду делать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok заехали в пару магазинов с Оксаной в Укромном. Девчонки, давайте начнем с моющих. Кто у меня из Симферополя, я не знаю, в других городах есть вообще турецкая какая-то косметика для дома, какие-то средства для дома, именно турецкие, не знаю. Но если вы встретите на своем пути эти бренды, я вот советую к покупке. Смотрите, вот такая бадья, это гель для стирки, для черного, для белого белья по 500 рублей. Вот такая вот бадья. Отстирывает шикарно, аромат потрясающий, просто балдею от них. Я ушла от порошков, от всего. Беру их, надолго хватает, просто чудо. Закончились у меня средства вот антипыль и эффект отбеливания взяла для ванной комнаты от ГРАС. Также взяла этого же бренда турецкого ополаскиватель, просто потрясающий аромат. Салфетки, мыло, да, в 131 рубль, влажные салфетки, пакеты для мусора. И, девчонки, не стала на Валберес нигде заказывать. Сейчас на рекламу не присылают, но я пользуюсь, девчонки. Я вот взяла вот такой вот мой Рэбет, буду им отбеливать полотенце, отстирывать, хочу постирать. В общем, хорошее средство, посуду хочу помыть. У меня в следующем видео выйдет, скорее всего, будет уборка кухни, буду мыть посуду, сковороды, и все вот буду замачивать вот в этом вот отбеливателе. Он многофункциональный. И, девчонки, взяла вот это блюдо, я сейчас как-то все разложу, покажу вам. Вообще 250 рублей, обалденное блюдо. Ну, попозже расскажу. Так, теперь, девчули, по продуктам. Взяла зелень, и сейчас, конечно, ценный космос на зелень. Огурцы, девчонки, это наши, тепличные, 400 рублей килограмм. Просто. Взяла пекинку, хочу салатик сделать с огурчиками. Моцареллу, кабачки, черри-помидорки, потому что вот они единственные, знаете, которые пахнут помидорами. Сейчас вот, которые розовые, даже если брать, они, конечно, пластмассовые. Вот такую колбасу, девчонки, беру докторскую. Это молочная, даже не докторская. В оболочке очень вкусная. Наше молочко, 2,5%. Взяла йогурт натуральный, сливочный, творожный сыр на бутерброды, на завтрак. Девочки, теперь хочу вот вам порекомендовать, наверняка в магазинах будет у вас, даже в супермаркетах, это вот фабрика качества, рубленные сосиски с сыром. Просто советую купить, не пожалеете. Вот очень, очень вкусно. Я беру всегда сыром, есть без сыра. Но с сыром они когда варятся, так чуть-чуть, немножечко он внутри тянется. очень вкусный. Обратите на них внимание, прямо сейчас приближу вам, чтобы вы посмотрели. Девочки, фабрика качества называется бренд, рубленные с сыром. Творог наш тоже взяла, азбука, Крыма, 5%-ный, сметану, панировочные сухари, не открывала, девчонки, ну уже взяла, какие взяла, мне кажется, они будут мелковатые, я люблю крупные. Соль закончилась, масло, вот такую лапшу беру на бульон, очень мне нравится, вот на супчик на беленький, куриный какой-то, вот такой вот легкий, вот такую яичную лапшу, вкусная, она не разваривается, по крайней мере. Так, дальше, сильнозерновые макароны, это у нас спиральки, тоже вкусненькие, это я себе взяла, я люблю их очень, моим, конечно, такое не едят. Взяла барилу макароны, сахар взяла, взяла лаваши, здесь у меня бедро индейки, буду отваривать себе, кушать, прям, что-то мне захотелось, вот после всех праздников, после этого насыщения, очень захотелось мне отварного мяска. Взяла вот такие вот ножки, и, значит, здесь у меня куриное филе, теоне, и просто кушать, теона ест куриное филе, еще нужно будет купить говядину, не было, не встретила хорошую мякоть, она мне ест сырое мясо, я вам уже рассказывала, головы куриные ест, но сейчас покупаю ей мяско, и стала замачивать с кормом, девчонки, обычный сухой корм, размачиваю водички, туда куриные кусочки, филе добавляю, вот так вот она ест корм, потому что до этого она вообще сухой корм никакой не ела, но надо кормить, чтобы было более насыщение, потому что уж очень она похудела у меня, в общем, короче, расскажу попозже про теону историю вам, что с ней случилось у меня в Краснодаре. Так что, девчонки, вот такая вот закупь продуктов у меня, в принципе, все нужно, остальное все буду по факту, если что-то надо, покупайте в ларечке, у нас возле дома, потому что, ну, портятся продукты, это вот то, что нужно, мне нужна была вот эта закупка, потому что все закончилось, стирки много привезла, сейчас стираю, вообще не прекращая, все уже просто закончилось, сейчас все расставлю, и буду заниматься стиркой, и разложу продукты, так что вот такая вот у меня сегодня была закупь. Так, девчонки, распечатала блюдо вам, смотрите, вот так выглядит, очень красиво для тортика, для подачи горячего, нарезочку какую-то сделать, прям такую нарядную, мне кажется, прям супер, мне очень в последнее время нравится вот такого плана посуда, хрусталь нравится, сейчас отошла от какой-то цветной посуды, больше нравится классика, белый, вот такой какой-то хрустальный, что-то, в общем, девчонки, вот такое блюдо, всего 220 рублей, ну, мне кажется, вообще замечательно, красиво и нарядно, будет смотреться на любом столе при сервировке, в общем, взяла вот такое вот блюдо, себе показала вам, хорошего качества, кстати, всего 220 рублей. Так, девчули, буду показывать вам распаковочку, и делать вместе с вами, купила в Кюхенленде я контейнеры, потому что я в этот раз везла в Краснодар холодец и всякие заготовки салатные, поэтому у меня все осталось там у мамы, решила уже не забирать, и смотрите, что я взяла, девчонки, очень мне понравился набор, до этого у меня был набор меньше, без вот такой вот большой чаши, сейчас мы вместе с вами распакуем, покажу по цене, такие, знаете, бюджетные контейнеры, но мне, знаете, что в них нравится, то, что они не быстро портятся, очень хорошо моются, убирается запах, с них примытье очень качественно, в общем, короче говоря, девчонки, и вот так вот они выглядят, и классные для хранения, они занимают много места, то есть, видите, пирамидка вот так вот сложились один в один, и вот так вот выглядят. Так, следующие, девчонки, я взяла вот такие контейнеры, я их покупала тоже, когда к свекрови приехала, забежала, быстренько взяла, для того, чтобы там вот какие-то заготовочки, либо остатки продуктов хранить, потому что у мамы не было, вот такого вот размера, такие вот контейнеры, их здесь три штучки, очень хорошие, тоже красивые, вот так вот складываются друг к дружку, тоже не занимают много места, и можно какие-то остатки продуктов хранить в холодильнике. Так, теперь, девчонки, взяла еще вот такие вот мисочки с крышкой, вот такого размера, две штучки, классные, взяла их, знаете, для чего? Какой-то салатик сделать, еще что-то, чтобы это вот все красиво смотрелось, можно, в принципе, поставить на стол, очень эстетично смотрятся, такой цвет приятный, ну и опять-таки, также хранить удобно, один в один ставят, потому что, девчонки, все свои контейнеры, я вот отвезла в Краснодар, и которые у меня-то первые были, девочки, я их все выкинула, потому что уже, конечно, им пришел конец, потому что они реально уже испортились, уже было не очень красиво ими пользоваться, и поэтому решила вот обновить, взяла себе вот столько контейнеров. Так, девчонки, и наконец-таки дошли у меня руки, я решила дособирать свой сервиз, который у меня есть, белый, он с кюхена, и, в общем, много чего из него побилось, а вот таких вот пиалочек у меня не было, я их решила взять, надо будет потом еще купить пару, допустим, либо на стол для подачи, очень удобно, либо мы пьем чай, да, и вот он горячий, в кружке, и переливать, и пить с пиалок. У меня единственное, девочки, вот сейчас даже покажу, тарелки, да, вот они, уже со временем, конечно, фарфор чуть-чуть потемнел, и стерся ободок, это вот прям от времени, но ни сколов, ничего нет, и вот еще я взяла, девчонки, глубокие тарелки, потому что у меня их всего 4 штуки, и решила тоже потихонечку докупать, сразу купить все дорого, и, кстати, вот в этот раз, когда я попала в магазин, они мне сказали, что только все сервизом продается, как, раньше все можно было купить, что же не вообще поштучно, не обязательно было пары покупать, а можно было купить поштучно, блин, и я вам хочу сказать, что это другая коллекция, ну ладно, ничего страшного, они похожи, как же ж я вот так вот не запомнила, надо было фотографировать тарелку, ну ладно, ничего страшного, в принципе, они между собой очень даже похожи, и вот у меня их оставалось всего 4 тарелки, поэтому я докупила еще 2, чтобы было 6, еще посчитаю все свои, которые обычные десертные, и большие тарелки, тоже хочу докупить, и возьму еще вот таких вот пиалочек, потому что очень удобно, ну даже для подачи, какой-то мелочевки, соуса там, или еще что-то, в общем, девчонки, вот такая вот у меня закупка была, это такое, то, что мне нужно, не стало набирать ничего лишнего, знаете, потому что посуды уже много, и вот, ну вот это мне было необходимо, потому что мы с вами в следующем влоге обязательно наведем порядок в шкафу, где у меня хранятся все пластиковые контейнеры, все переберу, и уже следующий влог будет посвящен уборке на кухне, ну вот такие вот у меня покупочки, так, девчонки, ну сегодня мы сделаем с вами гречку с мясом, и буду я ее готовить из индейки, я взяла филе индейки, и смотрите, что я буду делать, я буду резать его на маленькие-маленькие кусочки, это будет очень вкусно, никакую пленочку, мы тут особо сильно ничего не обрезаем, а сейчас вот на такие кубики мы его порежем с вами, и будем обжаривать в мультиварке с овощами, я вам все это покажу, уже соскучились за нормальной едой, если честно, потому что уже очень было в этом году много салатов, каких-то гулек, каких-то походов, поэтому, девчонки, будет у нас с вами сегодня такой ужин домашний, вкусный, и обычный, простой, без всяких выкрутасов, моим уже изголодались по такой еде, в общем, смотрите, сейчас я порежу полностью все мясо, тут вот чуть-чуть можно обрезать немножечко, Туся вон там у меня внизу ходит, сейчас буду ее кормить, наверное, вот этот кусочек можно ей дать, ну-ка иди кушай, вот, и у нас будет очень-очень вкусный ужин, открою помидорчики соленые, и будет очень вкусно, давайте сейчас я порежу мяско, и покажу дальше, что мы будем с вами делать. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Так, девчонки, смотрите, мы с вами покращили лук и морковку, мяско наше обжаривается, и теперь мы это все засыпаем в мультиварку, перемешиваем, и еще обжариваем, чуть-чуть прям прижариваем овощи и мяско. Потом покажу дальше, что будем готовить. Если честно, девочки, я прям наслаждаюсь вообще готовкой в мультиварке, минимум грязной посуды, все вкусно, быстро, просто шикарно. Мяско обжарилось. Что я делаю дальше? Я промыла гречку и высыпаю ее сюда. Сейчас также наберу в мисочку воды, еще добавлю гречки, добавляю еще водичку. и дальше сыплю черный душистый перчик чуть-чуть, немножко приправы для курицы и все это дело солю. Перемешиваю и ставлю на тушение приготовления гречки. И потом уже покажу, что получится. Так, девчули, ну и пока готовится гречка, я хочу сейчас сделать салатик из пекинской капусты. Прям захотелось мне сегодня такой легкий, не майонезный, естественно, мы сделаем с вами. Я сейчас покажу, как я его готовлю. Мы крошим пекинскую капусту. Я ее помыла предварительно. Брала испорченные лепесточки еще в этот салат, девчонки, я иногда добавляю зеленый горошек, но в этот раз решила его не добавлять, а просто сделать вот такой вот весенний салатик. Так, и сейчас вот это докрошим. я прям вот эти вот где уже крупные листики у основания тоже добавляю. Мне кажется, что они вот по мне самые вкусные и хрустящие по максимуму. Обрезаю их. Так, все, теперь также все это отправляем в салатик. Смотрите, что дальше. Берем, сейчас ножик поменяем, берем огурчик и вот таким вот образом, девчонки, вот так вот напополам и крошим также в салатик. Огурцы, кстати, неплохие, тепличные, пахнут огурцами, если честно. Посмотрим, вот как они будут храниться, стоят они своих денег. 400 рублей, я считаю, что это, конечно, килограмм мяса можно купить хорошего, просто загляденье ценники у нас. Так, огурчик и теперь укроп. Я его помыла. Укропа прям много. Как пахнет этот салат, просто потрясающе. Все, и отправляем также в наш салатик. Так, теперь, девчонки, мы берем уксус, оливковое масло и соль. Вот так вот присаливаем его. Сразу соль убираю. Сбрызгиваю оливковым маслом, девчонки, и также сбрызгиваю уксусом. Теперь мы его перемешиваем. Девчонки, вы не представляете, как ароматно пахнет этот салат. Это просто что-то потрясающее, прям запахло весной. Все, и наш салатик легкий весенний готов. Ждем приготовления гречки, и я вам покажу уже в конце гречку, как получится. Так, девчоночки, ну смотрите, приготовление завершилось, и вот такая вот замечательная гречка с мясом, рассыпчатая у нас с вами получилась. Всем, кто кушает, приятного аппетита, и пока-пока.